Каждый понедельник люди дают себе новые обещания. Перестать занимать у друзей деньги до получки, начать наконец-то жить по средствам, накопить финансовую подушку безопасности или вообще стать инвестором и зарабатывать на акциях. Достаточно часто это ничем так и не заканчивается, потому что непонятно, как сделать первый шаг. Для тех, кто хочет выстроить здоровое отношение с деньгами, делимся инструкцией от финансового консультанта, эксперта MyFinBuy Елены Максимович. Запомните главное. Не важно, сколько денег вы зарабатываете, важно, сколько вы тратите. Идеальный вариант это, когда ваши расходы не просто не выходят за рамки бюджета, а значительно меньше ваших доходов. Например, если вы тратите 50% от заработка. Жизнь от зарплаты до зарплаты, когда расходы равны вашим доходам, это тоже не самый плохой вариант. Значит, вы вписываетесь в бюджет, вот только скопить финансовую подушку безопасности при таком раскладе не получится. Плохой сценарий – это жизнь в минус, когда расходы превышают доходы. То есть человек не просто тратит весь свой заработок, но еще спускает накопленное, либо берет в долг у друзей или у банка. Итак, чтобы доходы начали превышать расходы, можно увеличить доход, уменьшить расходы, сделать и то, и другое. Но первый шаг на этом пути – начать вести учет доходов и расходов. Причем этот процесс должен войти в привычку. Для тех, у кого расходы превышают доходы, на старте важно научиться регулярно фиксировать свои траты. Способ, который точно не работает – это в течение месяца собирать чеки, а потом считать это все за один раз. Долго и неэффективно. Удобнее всего установить мобильное приложение и заносить туда расходы каждый день. Для тех, кому некомфортно работать в смартфоне, можно создать таблицу в Excel. Если ваши доходы равны расходам, нужно вести более подробный учет трат. Разделите свои затраты на категории. Питание – это закупка продуктов и доставка блюд на дом. Алкоголь, кафе и рестораны – считайте отдельно. А потом анализируйте, расходы на какие категории можно урезать. Этот способ помогает отследить и импульсивные траты, которые сильно бьют по карману. С течением времени вы научитесь фильтровать свои покупки до того, как потратите деньги. Тем, у кого доходы уже превышают расходы, можно прокачаться еще больше. Каждый месяц выделять конкретную сумму на жизнь и стараться не выходить за нее. Следующий шаг – начать формировать финансовую подушку безопасности. Для этой цели нужно откладывать минимум 10% от своего дохода. Когда подушку безопасности можно считать собранной? Если человек живет один и содержит только самого себя, то его подушка безопасности – это примерно 3 месячных расхода. То есть, если вы тратите в месяц 100 долларов, то ваша подушка безопасности – это 300 долларов. Для семейной пары накопления должны быть минимум в размере 6 месячных расходов. Если есть один ребенок, то 9 месяцев. Если детей больше, то ваша подушка безопасности должна прокормить всю семью в течение года. Ну и финальный шаг – это подумать, как хранить сбережения. В первую очередь речь идет о белорусских рублях или валюте. Эксперты рекомендуют держать в зайцах не больше 30% от общей суммы, чтобы снизить риски в случае падения курса. Единственная сумма, которая может просто лежать и быть всегда под рукой – это ваша подушка безопасности. Остальные деньги должны работать. Три шага от эксперта MyFindBuy, которые мы озвучили в этом видео, помогут подготовить почву для финансового планирования и инвестиционных проектов.